Вице-спикер Европарламента Эва Кайли отстранена от должности из-за уголовного дела о коррупции и обвинениях в лоббировании интересов Катара. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия фактически сравняла с землей город Бахмут, за который ведутся особенно ожесточенные бои. Сегодня определится вторая пара полуфиналистов чемпионата мира в Катаре. Сборная Португалии встретится с командой Марокко, Англия сыграет с Францией. Вице-спикер Европарламента Эва Кайли отстранена от должности из уголовного дела о коррупции и лоббировании интересов Катара в ЕС. Об этом объявил альянс социалистов и демократов, к которому относится евродепутат после серии обысков и задержаний в Брюсселе. Прокуратура Бельгии ранее сообщила об изъятии около 600 тысяч евро. Федеральная прокуратура начала расследование несколько месяцев назад. Это дела о подозрении в коррупции, отмывании денег и организации преступного сообщества. В нем идет речь о возможных коррупционных связях государства Персидского залива с Европейским парламентом. Взятки использовались для попытки повлиять на политические или экономические решения Европарламента. В ноябре политическим скандалом обернулись заявления виза-спикера Европарламента Эвэ Кайли о чемпионате мира по футболу в Катаре. Она назвала Мундиаль доказательством того, что спорт и дипломатия могут привести к реформам, вдохновляющим весь арабский мир. Греческая партия Кайли-Пасок осудила это высказывание. Франция и Испания договорились о более тесном сотрудничестве в энергетической сфере. Этому была посвящена встреча президента Пятой Республики Эммануэля Макрона с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Наши переговоры были сосредоточены на предложении Еврокомиссии о предельной цене на газ и механизмах коррекции рынка. На наш взгляд, это предложение нуждается в доработке. Мы договорились сотрудничать в этом направлении с тем, чтобы на следующей неделе на чрезвычайном заседании энергетического совета можно было договориться о динамичном и эффективном ограничении цены на газ. Мы хотели бы достичь соглашения на следующей встрече министров энергетики 13 декабря, чтобы иметь пакет технических мер для предотвращения чрезмерной волатильности цены на энергоносители, когда речь идет в частности о газе и о борьбе со спекулянтами. Двусторонний саммит Испания-Франция намечен 19 января. Власть Украины обвиняет российских военных в масштабных разрушениях городов у линии фронта в Донбассе. По словам президента Владимира Зеленского, в результате обстрелов разрушен Бахмут, город, который называют сейчас самой горячей точкой войны, из-за которой, по оценкам обеих сторон, в последние недели ведутся особенно ожесточенные бои. Фронтовая ситуация остается очень сложной на ключевых направлениях в Донбассе. Бахмут, Солидар, Маринка, Креминая. На земле в этих районах уже давно не осталось живого места, не пострадавшего от снарядов и огня. Окупанты фактически сравняли с землей Бахмут, еще один донбасский город, который российская армия превратила в обгоревшие руины. Российское командование заявляло на этой неделе об успешном наступлении на Бахмут. В сводках генштаба ВСУ говорилось об отбитых атаках противника. Вашингтонский институт изучения войны настаивает о том, что захватить город России сможет лишь ценой очень крупных потерь. Сегодня определится вторая пара полуфиналистов чемпионата мира в Катаре. Сборная Португалии, которая встретится с командой Маруко, выглядит явным фаворитом этого противостояния. На фоне африканской команды, впервые в своей истории пробившейся в четвертьфинал. В другом матче сойдутся действующий чемпион мира, сборная Франции, и команда Англии, финалист последнего Евро. Лидер атак трехцветных Киллиан Мбаппе блистает на втором мировом первенстве подряд, возглавляя список бомбардиров с пятью голами. Одну восьмую финала и французы, и англичане прошли довольно легко, обыграв Польшу и Сенегал соответственно. Сегодняшняя битва будет более сложной. Франция проводит последнее приготовление, кстяще с Англией за место в полуфинале. Киллиан Мбаппе снова в строю и надеется, что сможет увеличить свой колевой актив. Англия также сильно выглядит на этом чемпионате мира, забив 12 головок и пропустив всего два. Получиналист последнего мирового первенства и серийный призер Евро 2020 в Катаре рассчитывает за его знаменитый трофей. Но ему противостоит уверенная команда, которая сама стремится сохранить чемпионский титул. Это не удавалось никому с 1962 года.